Дорогие друзья, мы не верим своим глазам. Посмотрите, здесь огромная коллекция Royal Dalton Figurines. Все по 50 долларов. Посмотрите, вот такая красота. Вот это называется elegance, элегантство. Такая элегантная дама. Вот в таком платье, вот еще в голубом. Это enchantment, то есть как бы вдохновение. Вот enchantment Royal Dalton. Такая красотка, да. Так что у нас здесь еще, вот такая в белом. Маргарет, то есть ее зовут Маргарет, вот эту прекрасную даму. А за Маргарет у нас находится вот такая вот красотка. И это Элисон. Вот такая прелесть Элисон у нас. И больше всех мне понравилась вот эта Ларис. У нее больше всего движение. И мне нравится платье. И это fair lady. Прекрасная леди. Вот такая вот с шляпкой. Мне очень нравятся такие классные. Прекрасные статуэтки. 50 долларов. Красота. А вот это что такое? Ларис, а это знаешь, что такое? Это вот ставят на игольницы. Помнишь, мы с тобой видели. Там такая пушистая юбка. И это все для гельниц. Смотри, какие прекрасные здесь татуэтки. И нам сейчас только рассказали, что мы думали, что это для вот иголок. Юбки такие большие шьюцы, иголки. Но сказали, что нет, это для метлы. То есть такая метелочка, ну как бы вытирать платье. Ну, похоже. Но тут не метелка, а здесь платье. А должна быть вот такая метелочка там. Вот они как бы викторианские леди. Можно без крошки убирать. Скорее всего, потому что больше ничего не вытерешь. Да, очень прикольно. Я хочу себе такую. Хочешь такую себе? Ну, тебе надо дополнить ее с метелочкой. А наверху прекрасная холл, да? Керамика. Это фирма. Мы уже часто показывали. Здесь она не дешевая. Это 40, 120, 160. Ну, в принципе, цена такая же, как в интернете. И набор. Написали полный набор. Это Германия, Германия, Джохан Хавиланд. И стоит это 300 долларов. Ну, конечно, красивый, но по полной цене у нас здесь все. Вот такая коллекция печатных машинок. Дорогие друзья, в этом доме очень много старинных вещей. Посмотрите, вот такие прекрасные старинные подсвечники за 30 долларов каждая. Вот такая красота. Правда, вот один. Я вижу, что у них мы все они вместе. Очень много вырезано из кости различных фигурок. Видите, вот эти 69 долларов. Вот эти вот такие красивые. За 15. Не знаю, одежда в коробочке. Мы всегда смотрим. Нет, просто мне кажется пустая коробочка. Вот здесь тоже вырезанная красота красивая. Видите, 50 долларов. Вот еще здесь одна. Внизу старинные очки. Видите, какие интересные. Даже есть массорубка. Массорубка, да. А это, Ларис, слайды. Посмотри, это слайды. Или что это? Я даже не знаю. Это просто футляр для чего-то. Какой-то футляр интересный, да. Еще больше. Вот это записная книжка, я думаю, да? За 10 долларов. Записная или здесь что-то хранились? Непонятно. Показываю, да. И вот здесь еще очень много. 50 долларов. 100 долларов. Здесь огромное количество для крышек. Да, для крышек. Лариса, смотри, что я вижу. Такая прекрасная коробочка наша. 15 долларов. В принципе, это не так долго. Почему написано индийские мотивы? Они не сообразили, это не индийские. Это на самом деле совсем не индийские. Но надо посмотреть, нарисована ли она. Почему-то я вижу немножко выше. Близко переливается камзу каким-то другим цветом. Ну, подумаем, может быть, об этой. 15 долларов. И здесь вот еще, здесь на этом столе. Ну, это просто какая-то сказочная картинка. Бильгия. И она железная. Кургийская тарелочка. Вот такие вот подсвечники интересные за 100 долларов. Ну, или я не знаю, что-то скуны какие-то. Видишь, тяжелая. Так. Стул за 40 долларов здесь. Что еще? Давай посмотрим. Что только нету. Ой, Марин, давай вот это посмотрим. Это настоящий перелик. Настоящий перелик, наверное, тратится 50 долларов каждый. Еще одна интересная шпатулка. Она какая-то такая старинная. Или сделана под старину. Что-то здесь лежало. Мне кажется, может, какие-то ложки. Лариса, там еще одна поднимет старинная шпатулка. Вообще вся уже разваливающаяся. Возможно, это даже... Венецианский стиль, да? Флорантийская. Венецианский стиль. Ну, она совсем разваливается, конечно. Пыльная. Столько с нее пыли полетела. Ну, указывается в силуэтах мужчин и женщин. Декупаж. Очень старая. Что тут только нет. Смотри, Марин портрет. Прекрасная женщина. Да. 20-е годы явно. Art Deco. Gatsby Girl. Да. Красота. Смотрите, какое у нее украшение. Прическа. Прелесть. А вот здесь уже что-то... Детки. Детки какие-то, да. Старый сундук, наполненный старинными вещами. Фотографиями старинными. Все есть. Ну, если еще просто внимание на эту даму... Что тут написано? Она битта вот здесь наверху. Да. Она битта вот здесь наверху. Ну. Столик красивый. 50 долларов. Да. Такое мы тоже никогда не видели, ребят. Это запасная книжка. Ну, или что это? Посмотрите, да. Какое-то здесь записи. Телефонная книжка, видишь? Помнишь? У нас такие книжки. Ты думаешь, это два телефона или кто-то кому-то должен? Ну, может быть. Не знаю, что-то здесь какие-то записи с... Такой почек красивый. Да. Каллиграфический. Каллиграфический. Второй год. Это целое собрание этих книжек. Мы сейчас вам покажем на полке. Это скетчи из романтических драм. Вот видите, здесь вот такие прекрасные иллюстрации. Очень красивые. Видите? Вот они. Из всех драм различных. Маргарет. Маргарет. Мария Антуанет. На пути Гелиотини. Так, сейчас. Может быть, еще что-то надо. Мэри. Лис. Франц Мор. Посмотрите, сколько здесь, как интересно. И это, на самом деле, сейчас мы покажем вам целая полка этих книг. Вот здесь. Посмотрите, здесь целая полка. Вот они, эти книжки. Кертис Кетчис. 20 долларов каждая. Тут в более лучшем состоянии, как видите. Сегодня у нас очень много вот именно такого материала отрубованного. Вот посмотрите. Фру-фру. Вот такая прелесть. Фру-фру. Где вы еще найдете такую фру-фру? Только вот в этих книжках. Что здесь? Фру-фру. Много. Флавио и Хилария. Мы даже такие, наверное, пьесы уже не знаем. Старинные. Классно. Красно. Красно. Маргарет в гарден. Ну, в общем, здесь можно целое, наверное, видео снять еще на два часа, только показывая все эти картинки. Little Lord Futuro. 20 долларов каждая. Ну, конечно же, необыкновенная. Здесь еще различные. Вот они все. Кертис Кетчис. Вот такие большие. Great Man and Famous Woman. Замечательные мужчины и женщины. Давай возьмем одну из этих книжек. Замечательные мужчины и женщины. And Famous Women. Тоже много картинок. Прохлакнуть стариной. Segefried убивает дракона. Здесь. Много-много-много фотографий. Много иллюстраций. Просто огромное количество. Ну, так немножко вам показали. Вернем на место эту книжку. Вот. А еще один мы хотим показать. Здесь, посмотрите, тоже различные журналы. Да. Журналы. 1901 года. 1901 года. Love Story. Люди все это хранили для чего? Как ты думаешь? Ну, либо покупали, либо коллекционировали они эти старые. Либо не хранили. Зато интересно. Мы это увидели, да? 30-е годы, ребят. 30-е годы. 40-е годы. Love Story. Любовная история. Love Story. Здесь целый стол со старинными какими-то работами. Мы сейчас быстро пробежимся. Вот такая прекрасная дама. Как бы 20-е годы. Но вот видишь, у меня здесь потери какие-то. Вот такая. У меня отсюда. Ну, то есть я даже не знаю, что это. Надо смотреть через глупу. Но просто мы сейчас пока покажем, а потом с Лисой посмотрим. Вот такая сцена. Такое ощущение, как будто здесь какие-то чиновники сидят. Точнее, священники. Такое мы видели. Это принт. Да, мы такое видели. Ну, это что-то более-менее. Вот такой интересный. Американский мальчик. Это реклама. Норман Роквелл. Угу. Еще одна гравюра. Смотри. Кстати, вот это очень интересная. Посмотри, какие здесь дамы. Старинный двор. Вот это интересная гравюра. Просто сама по себе интересная. Мне она нравится. Я подумаю. Еще один. Роквелл. Да, скорее всего. А вот это, посмотри. Какая дама. Очень интересная тоже. Костюмы, да? Вот это просто интересно смотреть костюмы. Это, значит, декабрь 2024 года. Вот эта вот сцена прекрасная. Из музыкального магазина Etude. Еще одна. Называется Сказочник. The Storyteller. Что здесь у нас? Ну, здесь какая-то буги греческие. Три доллара. Еще одна старинная, из книжки выдернутая какая-то, рисунок. В общем, из всех из них, наверное, может быть, мы подумаем про эту. Что? И сейчас посмотрим еще в эту сторону. Вот эта. Очень интересная. Это мы убираем сюда. Она мне очень нравится. И еще посмотрим, покажем в эту сторону немножко. Так. Здесь что у нас? Это реклама ветчины. Здесь еще одна такая старинная дама. Кавалера. Какая-то шекспировская. Видишь, такие воротники шекспировского времени. Здесь интересно. Здесь, если в долларах кто-то бежит, не знаю, вот эта вот. Вот эта вот такая интересная женщина. Да. Интересно. Подумаем об этой. Еще одна из журнала вырезка. Еще одна вырезка из журнала. Но вот эта, кстати, интересная. Такая девушка красивая. Если еще там видно какой-то год. 29-й год. То есть это неплохо. То есть я вот это тоже возьму. Что вот здесь у нас? Здесь какой-то как будто бы рассказок, да? Да. Интересно. Тоже необычная. Вот о них две. Они хотят 10 долларов за них. Здесь написано Copyright. Какой развыкли. Так. А что у нас здесь? Давай посмотрим тоже. Надо же сколько здесь всего интересного. Вот это тоже красиво, кстати. Но состояние уже не очень. Но такая интересный сюжет. Что здесь у нас? Военные действия какие-то. Защита Бургей. Тоже еще одно военное действие. Ага. Это очень прикольно. Написано Honeymoon. Это как это? Медовый месяц. Медовый месяц с заграницей. Самый лучший ключ в жизни девушки. By Harrison Fisher. Хм. Прикольно. Давай подумаем. Может насчет этой. Так. Что еще? Это была к чему-то. Непонятно. Интересно. Еще одна гравюра. Здесь смотрят какие-то... Здесь просто вакханалия. Посмотри, как интересно. Вот такие картинки тоже любят. Медовый месяц. Тоже медовый месяц. Here is Christmas and they begin saying goodbye in August. Ммм. Интересно. Все. Может быть только вот еще Honeymoon посмотрим. И снова здесь пахнет стариной. Старинные книги. Посмотрите, в каких переплетах. Просто необыкновенные. А, это альбом для фотографий, Ларис. Ого. Боже мой. Какого года там написано? Там было написано какого года? Нет. Или нет? 1864 год здесь написано. Ого. Вау. Вот это интересно. Давай просто пролистаем. Заглянем в прошлое. На каждом дама и кавалер. Это настоящая? Да, это настоящая фотография. Серьезно? Да. Да, да. Смотри, какое. Нам очень нравится. Какая прическа, Ларис. Ого. Ого. Пролистаем для вас быстро. Он небольшой. Детки. Тоже симпатичная молодая девушка. Господин с прическом. Много детских фотографий. Много детских фотографий. Много детских фотографий. Здесь уже более пожилые. Вот какая, да. Вот тоже прекрасная. Еще. Как они крутили локоны, смотри, Ларис. Надо же. Молодой джентльмен. Детки симпатичные. Ну вот и все. Вот такой вот альбомчик. Надо же. Здесь еще. Это написано 1878 год. Тоже альбомы? Тоже альбомы, Ларис. Это все альбомы с фотографиями. Как же интересно. Вот видишь, одна вывалилась. Вот такая вот. Надо желать. Еще фотографии были. Да. Ну вот такие альбомы были раньше с фотографиями. Интересно. Очень. Так, ну мы быстро тоже пролистаем вам показать. И последний вот этот 20 долларов. Вот здесь больше мини. А, да. Пустой. 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 Поэтому 20 долларов тут ничего. Ребят, вы не поверите, что это такое. Это называется Scrapbook. Это книжка, куда вклеивают разные вырезки из журнала, магазинов. То есть из журнала всяких газет. Ну это какая-то старая Scrapbook. Посмотрите, кого мы здесь видим. Сразу же мы видим здесь императора российского. Всякие Виндзор, Duchess of Windsor. Короче, здесь все сливки общества, да? Да. Значит, чтобы она не разлеталась. Ой, картины. Девушка с сережкой-жемчужной. Да, девушка с сережкой-жемчужной. Уже, конечно, все разлетается. Ну это, наверное, я думаю, не старые. Это, скорее всего... Ну да. Пошел в Новом Го, Квартале. Ну это из каких-то просто журналов вырезаны. Просто чуть вам покажем. Ну вот такая вот книжечка. Мы с Ларисой, конечно, сразу обратили внимание вот на такую вот коробочку. Посмотрите. 63-й год, стоимость 100 долларов. И здесь хлопок, ребята. Не просто хлопок, это хлопок... Здесь написано... Стандарт. Да, стандартный хлопок американский. Из Индии, да? Да, что-то мы вам прочитали здесь. East India, где-то я увидела. Вот наверху прям. И пальцем держишь. The East India. The East India Cotton Association. А, нет, это просто все-все ассоциации, которые здесь есть, написаны. Нам сейчас объяснили, чтобы сказали, чем чище, чем лучше. Чем меньше вот этих черных точек в хлопке, тем он выше ценился. Представляете, кто-то вот целые коробки, две коробки таких купил себе. А тут для коллекции, наверное. Да, может быть. Для коллекции уже такого. Так они уже не продаются. Раньше так продавались. Картина здесь и подписан год, 1079-й год. Она на доске. Лариса, это правильно она догадалась. Здесь есть подпись Ассора, 79-й год. Но сделано не очень красиво. Не, как сказать, видно, что это он. Ну, какое-то даже самодельное. Ребята, посмотрите, какая коллекция ламп, керосинок. Марин, тебе какая нравится? Ой, ты знаешь, даже трудно сказать, какая мне нравится. Мне вот это вот первое, самое высокое. Да, мне тоже. Потому что, конечно, на ней самый интересный дизайн. Тут желтое что-то есть интересное такое. Остальные более простые. Ну, Лариса, тут еще есть еще вот здесь. Вот это, кстати, даже более интересное. Посмотри, вот это вот за 20 долларов. Уголочки, которые стоят, видишь? Тут даже интересный дизайн. Вот целые кучи, пожалуйста, ребята. Вот это тоже симпатичное стекло. Смотри, какое здесь необычное. Есть маленькие вот такие совсем. У меня сразу как будто бы в замке идешь. Да. Зажигаешь и даже можешь, смотри, вот такие фонарики. У нас фонарики. И вот эти необыкновенные просто волшебные здесь тоже. Огромное количество их. Вот здесь что? У нас текстиль. Текстиль какой-то старенький. Ну, не такой прям, скажем. Немножко уже в качестве лучше. Ну, здесь целые кучи с различными животными. Кто-то любил кошечек, да? Да, кто-то любил кошечек. Посмотри, ничего такого здесь шикарного нет. У меня в основном. Здесь старинные бутылки Coca-Cola по 50 долларов. Видите, какие они старенькие. Вот их целая куча здесь. А здесь что у нас наверху? Какая демонта, наверное. Ну, кстати, непонятно что. Ну, фирмы не видно. Небольшие такие для свечек. 7,5 долларов Япония. Я думаю, вот эти английские чашки. Да, это английские чашки здесь. 2 центов Staffordshire. 30 долларов за 4 чашки они хотят. Ну, в общем, такая здесь. Писанка. Здесь огромное собрание чернины, друзья. Но они дорогие все. Вот такая за 80 долларов. В Франции, кстати, Limoges, да? По-моему, Limoges, да. Это Limoges, Франция. Такая чернины. Здесь вот такая тяжелая за 100 долларов. Вот эта даже со слониками. Какая-то за 120. Вот эта прозрачная за 80. Ну, и много разных остальных. Такая вот есть. Зеленое стекло. Красное стекло. И вот здесь уже хороший текстильный, Алис. Посмотри, здесь красивый. Мне нравится, как полочку отодвинули. Отодвинули, поставили здесь красивый текстильный. А здесь еще больше ламп. Смотри, ручки чернины. Да, это как раз к тому подходят перышки, да, чтобы рисовать. И здесь вот более красивые лампы. Вот эта за 50 долларов. Эти две за 50, они, по-моему, все стекло. Кстати, очень интересно, Лариса. Это не фрунтный глаз. А, ну-ка подними. Там есть какая-то фрунт? Нет, ничего нет. Ну, это какой-то, это даже не стекло. Не знаю, это стекло. Лучше это какое-то... Нет, это стекло. Стекло, да. И здесь нам понравятся еще вот эти две за 100 долларов. Они, правда, хотят за каждое. Но фирма неизвестная здесь. И это не нарисовано. Это просто деколь. Да. Но они как бы по стрельну смотрятся. И опять текстиль. И снова текстиль. И прекрасный комбор. Здесь очень интересный декор, да. Здесь какие-то интересные такие стоят на столе. Мы посмотрели, вот это чехословатский набор. Видите, здесь и... Симпатичный? Да, симпатичный. Ну, сколько кофейник? Сколько стоит? Кстати, цены я не вижу в Аресе. А, вот. 75, то есть дорого хотят для него. Ничего себе. Да. И вот очень красиво. Здесь в центре стоили машины из долгого стекла. Такая красота. У нас 225 долларов стоят. Вот еще одна старинная печатная машина. О, почти что компьютер. Протектограф называется. Интересно. Здесь, посмотрите, огромный набор всего для того, чтобы... Для бритья, да? Посмотрите, здесь различные лезвия. Какие-то, я не знаю, может, старинные, может быть, нет. Скорее всего. Роллз Рейзер. Вот даже, смотрите, в оригинальной упаковочке есть такой вот. О, таких уже не выпускают. Да, таких уже не выпускают. Вот они все, вот этот Роллз Рейзер. Это все старинные, скорее всего. Потом, посмотрите, да, это старинные. Это вот для петки, взбивания пины. Это я даже не знаю, что это. Надо что-то точить. И здесь... Бритверная сторона. Да, красота. Такого не видели, да? Да, интересно. И вот это мыло, наверное, вот здесь его, видишь, наверное, вот так вот. Вот этим вот. Вот эти штучки вот так вот намыливали. Может, это был какой-то из этого барбершоп, как в брикмахерской старинной. Смотри, как красиво здесь, в таком. Это наш для бритья. Вот этот вот. Да, смотри, как он. Прикольно. Ну, интересно. Я не знаю, кто-то, может быть, разбирается, что-то бы, наверное, для себя нашло интересное. Вот еще, посмотрите. Да, это старинные светильники, ребята. Очень старые. Тяжелые? Тяжелые. Но их, конечно, вот, наверное, мне кажется, надо ремонтировать. Даже вот этот с гербом каким-то, смотри. Не знаю, а бажуры находить тоже. Да, но бажуры, я думаю, не такая большая проблема. Мне вот этот понравился. Но он совсем без ничего. У него даже, видите, у них даже нет этих шнуров туда. А я даже не знаю. Вай-файл подключаются. Да как? Как? Подожди, смотри. Там даже не подвести. Палка очень тонкая. То есть, может быть, это какой-то был не совсем. Ну, мне кажется, в балку вставлять надо, Марин. Ты думаешь, она там есть? Да, там проходит. А как она, допустим, отсюда? Смотри, какое здесь тонкое все. Для меня загадка. Спроси что-нибудь полегче. Да, для меня это загадка. Вот большие, я понимаю. А вот эти, а кстати, за нее хотят 60 долларов. Она самая дорогая. Представь себе. А вот это всего, это 40. То есть, вот это вот самая дорогая почему-то. Она, наверное, самая старинная. Интересно. А вот еще одна печатная машинка, да? Да. Более современная. Смотри, что я внизу вижу. Стоит это все на часах. Смотри, вот этого никто не заметил. Мы здесь эти часы запрятали вот аж сюда. Давай посмотрим, что эти часы. Всего 30 долларов. Конечно, очень грязные. Вот здесь вот рисунок. Но они очень, я не знаю, с какого они их, откуда они достали. Они в таком состоянии, ребята. Что-то у них, кажется, даже они не откроются. Вон там есть. А, вот открылись. Вот здесь рисунок на них. Конечно же. Там написано, кстати. Да, там написано. Я не вижу. О, как они бьют. Смотри, вот там вот видно циферки. Но дерево уже в очень нехорошем состоянии. Такое ощущение, что оно где-то стояло, знаешь, промокло. И вот этот рисунок здесь был. Видишь, тут красивый рисунок. Он весь уже... Хотя, подожди, Лорик, смотри. Может все только почистить? Смотри. Я вижу, что он чистый. Может быть, мы подумаем, а? Да. Вот это чисто стиль ар-деко. Посмотрите, какие здесь отселения. Очень интересные внизу. Может, прикупишь? Да. 60 долларов. Они все по 60, да? Нет. Вот это 20, допустим. Почему? Которые сзади... Она большая. А вот эти по 60. Эло. О, королеты у которых неucks��. Они тысяч, а тут песни,ise Micha. ielsев? Они очень любые решения¬ Котов как на questa точки, в отец политический бар fault. Треб accommodations提供.